Добрый вечер! Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, четвертую главу. Евангелие от Матфея, четвертая глава. И прочтем... Вы со мной? Хорошо. Аминь. Сегодня будет интересная проповедь. Может быть, она будет не совсем полностью подготовлена, но я другого ничего не нашел. Так что будем слушать то, что Господь хочет сказать. Аминь. И... Тогда Иисус возведен был духом в пустыню. Для искушения от дьявола. И постивших сорок дней и сорок ночей напоследок взалкал, то есть захотел сильно есть. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Четвертый стих. Четвертый стих. Четвертый стих. Это жизнь другого измерения. И царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. Благодарны Тебе, Господи, за совсем другую жизнь, Господи. Славим Тебя, любим Тебя. И просим Тебя, послужи нам сегодня Духом Божьим. И пусть сердца наши ободрятся в нас. Слава Тебе. Благослови. 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 И во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Итак, мы с вами услышали ответы Иисуса Христа на предложение, на искушение сатаны. Этот стих очень важен для нас, особенно для нашей сегодняшней проповеди. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. В книге Неемия, в шестой главе, мы с вами видим, что противники иудеев, Санавалат, Тове, Гешема, Манитский раб, они всячески противостоят строительству стены вокруг Иерусалима и восстановлению самого города Иерусалима. Предприняв разные попытки, они пытаются остановить, ослабить руки строящих. И ослабить руки лидера самого Неемия. Вы знаете, если я разберусь с лидером, то тогда с остальными нечего будет разбираться. Аминь. И здесь мы с вами видим, контекст для нас не очень важен. Я хочу, чтобы мы с вами увидели принцип. Но контекст тоже для нас имеет значение. Итак, вот что они пишут. Пятый стих, шестой главы. «Тогда прислал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу». В какой раз? В пятый раз. Это уже четыре раза он посылал с определенным заданием. В пятый раз прислал слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано, «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты, то есть Неемия, иудеи задумали отпасть. Для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам». Итак, слух носится, да? По тем же слухам. «И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме, и говорили, царь иудейский». Такие речи дойдут до царя. Для до царя, то есть до царя Медоперсидского. Итак, приходи и посоветуемся вместе. Вот такое письмо было написано, что «Иудеи задумали отпасть, а ты поставил пророков, и они разглашают о тебе в Иерусалиме, и говорят, царь иудейский». Смотрите, что отвечает Неемия. Восьмой стих. «Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь». И вот этот принцип. «Ты выдумал это своим умом». Аминь. «Ничего такого не было, как ты говоришь. Ты выдумал это чем? Своим умом». Это твоя выдумка. Это нереальность. Это твое изобретение твоего ума. «Ты выдумал это своим человеческим умом». Аминь. «Ты выдумал это своим человеческим умом». Мы сейчас живем в такое время, которое я охарактеризовал бы с одной стороны, как время картинки. Время картинки. Что я имею в виду? Картинка производит на человека невероятное влияние. Человек, увидев картинку или увидев что-то, он может принимать на основании этого невероятное решение. Этот мир – мир картинок. И так удивительно, что когда человек видит картинку, аминь, он эмоционально откликается на нее. И сейчас этот мир наполнен всякими картинками. И мы так созданы с вами, чтобы мы откликаемся на то, что видим очень быстро. Очень быстро. На картинке. Что я еще имею в виду? Я имею в виду следующее, что когда человек видит картинку, то он может создать вокруг этой картинки свое представление того, что он видит. И это представление может не соответствовать реальности. Слушайте дальше. Я сегодня думал о том, что идолы, идолы. Идола нужно поставить, чтобы идол стоял, чтобы его видели. И когда идол стоит, а остальное, что касается вокруг идола, мы сами додумаем. Вы со мной, вы понимаете, да? И человек начинает окружать идола своими, какими? Мыслями своего ума. Что ему нужно, как он действует, когда он рассержен, когда он что? Когда он любит, когда он ненавидит, что ему нужно, а что и не нужно. Так интересно, что если предоставить, что истину, что человеку можно картинкой убедить, что это истина. Все биологию изучали, да? Нет? Помните там вот такие зародыши? Помните, да? Один, другой, там эти... Да, вот такие, там еще меньше, меньше, меньше. Вы знаете, что эта картина целиком и полностью воображения человека. Это такого нет вообще в реальности. Это вымысл человека. Псалом 118, 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Аминь. И когда этот человек был уловлен в том, что он сделал фикцию, то есть выдумал вот этих вот, как бы сказать, зародышей, когда его поймали за руку, вы представляете, да? Он сказал, ну ладно, но ничего страшного. А как вы думаете, изъяли ли вот эту картинку из учебников? Никто об этом не знает. Почему? Да потому что это выглядит очень убедительно. Правильно, да? Очень убедительно. А как насчет всех этих изображений неандертальца, астроупитека, пилдаунского человека, потом еще разных вот этих переходных. Знаете, что это? Это абсолютный вымысел. Вымысел человеческий и тоже был разоблачен. Но скажите мне, пожалуйста, изъяли ли? Нет? Почему? Почему? Действуй. 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 А вот этот фильм, как взрыв произошел во Вселенной, и как там все звезды разлетелись, и что-то такое произошло, потом там туфелька какая-то появилась, и потом динозавры пошли и так далее. Это абсолютный мультфильм. И не имеет за собой никакой реальности. Но он настолько убедителен, что человек говорит, ух ты, вот он оказывается как. И сам того не подозревает, что это что? Вымысел человеческий. Аминь. Не имея говорит, этого нет ничего. Ты просто выдумал это своим умом. Своим умом. Человеческий ум способен создавать картины. Человеческий ум, он очень быстро откликается на картинки. И будучи ведомым разными картинками, он может принимать невероятно серьезные решения. Может принимать, осудить человека или нет. Начать войну или нет. Аминь. Вы слышите меня? Вести санкции или нет? Представьте хорошую картинку, и вы можете захватить людей за эту картинку. И они откликнутся. И будут негодовать вместе с вами. А на самом деле за этим стоит что? Привлечение людей на свою сторону. А Господь Иисус говорит, что не хлебом, не то что видят мои глаза, будет жив человек. Но чем? Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И когда мы видим с вами 11 глава книги порока Исаии, об Иисусе Христе сказано, что он будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих. Аминь. А по праведности решать дела. Здорово? Мы с вами как люди способны жить в наших грезах, или, иначе говоря, в наших воображениях. Есть несколько миров, где может жить человек. Один из этих миров – это что? Наше воображение. Мы с вами очень умело можем обрисовать ситуацию, распределить роли, вложить слова в уста людей, которые вовлечены в эту ситуацию. И потом мы с вами думаем, как мы себя будем вести в той или иной ситуации. Аминь. Вы понимаете меня? Слушайте дальше. Мне так нравится, как Иисус говорит в книге Евангелия от Марка, в 13 главе. Евангелие от Марка в 13 главе. И также в других местах в Евангелиях есть это слово. Итак, 13 глава. 11 стих. Итак, здесь он говорит о последних временах. 11 стих. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорите, и не обдумывайте. Давайте еще раз прочтем. А в другом Евангелии написано, что когда поставят вас перед князьями, перед царями, то что написано? Здесь написано, что когда поведут вас предавать, не заботьтесь наперед. Аминь. Не заботьтесь наперед. Что вам говорите? Не обдумывайте. Я поясню сейчас, что это означает. Но Иисус говорит, не заботьтесь наперед. И не обдумывайте. Спите эту ночь как? Спокойно. Почему? Потому что когда наступит время, и когда поставят вас перед царей, перед князей, тогда что? Тогда не вы будете говорить, а кто? А Дух Святой будет говорить через вас. Слушайте дальше. Это действует так. Это очень внимательно. То есть, очень хорошо. Я знаю, что вы внимательны, но я просто хочу передать, не знаю, какими словами. Итак, Иисус говорит, не заботьтесь и не обдумывайте. То есть, не фантазируйте, что там произойдет с вами. Спите спокойно. А потом, когда вас приведут и поставят, или иначе говоря, когда ситуация возникнет, тогда что? Тогда Дух Святой будет говорить через вас. Слушайте внимательно. Наша задача с вами, в соответствии с тем, что говорит Господь Иисус, наполнять свою сокровищницу Словом Божьим. Аминь. Наполнять и наполнять, и наполнять и наполнять. Чтобы, и мы с вами, наша жизнь такая, чтобы, когда наше сердце наполнено Словом Божьим, и наступает ситуация, тогда что? Тогда Дух Святой берет это Слово и являет нам в этой ситуации. Вы понимаете? Аминь. Скажу это с другой стороны. Это не то, что я брякнул. Меня, я утром, ой, ночью выспался, утром меня привели, и я брякнул, что мне в голову взбредет. Это не то. Это то, что в моем сердце сокрыл я Слово Твое. А когда наступило время, то тогда Дух Святой взял это Слово, сокрытое в моем сердце, и что? И вложил в мои уста, чтобы я его огласил для данной ситуации. Аминь. Я абсолютно верю в это. Потому что мы с вами, как люди, имеющие эмоции, и которые живут, которые могут жить по видению и откликаться на картинки, и представлять невероятные схемы и события, которых еще не было, и могут, может быть, их не будет. Почему бы нам не жить просто, как голуби? Вы скажете, а что это? Я не знаю, но голуби. Иисус сказал, будьте просты, как голуби. Почему бы нам не жить просто? Это означает следующее. Иисус говорит, не заботьтесь. И что? Не заботьтесь и не отдумывайте. Это означает, что это будет серьезная ситуация. И если вы можете провести всю ночь во всяких моделированиях, в том, как это будет происходить, и так далее, и тому подобное, не заботьтесь об этом. Ложитесь спать. Молитесь Богу. А когда наставит время, что? Тогда Дух Господень скажет. И вы будете свободны от жизни в иллюзорном мире. Еще раз говорю, в иллюзорном мире, который очень беспокойный мир. Это мир наших воображений и представлений, что может произойти, и как это произойдет. И что я буду делать. Я хочу сказать следующее, что это невероятная нагрузка на наш ум. Аминь. Невероятная нагрузка на наш ум. Давайте посмотрим одну историю Евангелия от Иоанна в девятой главе. Здесь ученики уже все решили. Как да что? Они увидели картинку, и они сразу же сделали умозаключение. Я еще раз повторю. Они увидели человека, и они сразу же сделали умозаключение. И это умозаключение оказалось неверным. Еще раз повторю. Они увидели человека. Вы слышите меня? И они сразу сделали в своем уме, что? Умозаключение. Они представили, что и почему. Не дождавшись слова Божьего. Давайте мы прочтем с вами. Итак, Иисус, проходя 9 глава 1 стих, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него. Итак, давайте представим. Человек слепой от рождения. Сидит. Все знают, что он слепой от рождения. Он сидит. Он, как бы сказать, тот человек, на которого, картина, которого, значит, призывает человека другого эмоционально откликаться. Вы понимаете меня, да? Жаль человека. Он сидит слепой. И ученики подходят и говорят, и спрашивают у него, Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? Хороший вопрос. Это означает, что мы уже знаем, почему этот человек слепой. Это или он согрешил, или кто? Или родители его. Мы уже знаем. Мы уже составили концепцию. Мы уже знаем, что он согрешил, и поэтому он родился. Или его родители согрешили, и поэтому он родился слепым. Мы знаем. Кстати, знаете что? Он слепой, а не глухой. Понимаете, да? Они стоят возле него и говорят. И он все слышит. И он все слышит. И они ему выкладывают концепцию и говорят, Господи, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? Что Иисус отвечает? Что у вас написано? И Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Аминь. Ни он не согрешил, ни родители его. И Иисус говорит, не хлебом одним будет жив человек, но чем? Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дальше. Господь говорит, что у нас есть с вами невероятное воображение. И мы в этом воображении можем жить с вами. Хотя оно нереально. Оно просто что? Плод нашего воображения. И вы знаете, это очень утомительное дело. Очень утомительное дело. Я могу измениться, если у меня, например, у меня, если завтра встреча серьезная, и моя жена может не узнать меня. Потому что я что? Что, Ваня? Я погружен. Трансформируешься, в общем, в области. Да. Трансформируешься. Я погружен в эту встречу. А еще, она еще не произошла, но я погружен в эту встречу. Я уже раздал роли всем, и вложил свои слова всем. И так же что? Приготовил свою речь. Аминь. И я занят этим. Почему? Потому что она меня беспокоит. А Господь говорит, послушайте, вы своими мыслями, и своими представлениями, и воображениями не можете прибавить себе роста хотя бы на сколько? Хотя бы на лок. Слушай, локоть это много, да? Серьезно, да? Это серьезно, да? Это пастор Владимир такой, да? Еще на локоть. Вы не сможете сделать ничего и прибавить. Вы не сможете сделать одного волоса белым, другого черным. Некоторые не согласятся со мной. Вы понимаете меня? Вы понимаете меня? Какую песню мы пели сегодня? Свободен я. Аминь. Свободен я. И Господь Иисус говорит, нет, не согрешил ни он, и ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Что произошло в жизни этого человека? Он родился слепым. Для какой цели? Для того, чтобы на нем явились дела Божии. Кто бы согласился с этим? Я представляю, Господь мне говорит, ну, например, ты родишься слепым, но неспроста. Потому что мой сын будет проходить мимо тебя. Ты проживешь половину своей жизни, не имея никакого представления об окружающем мире. но мой сын будет проходить рядом с тобою. И когда он будет проходить мимо тебя, то он что? Он остановится возле тебя, и ты послужишь к славе Божией. Да, Боже, даже более того, весь Иерусалим придет в движение. Ради тебя. Даже более того, о тебе будет записана история в Библии. Даже более того, на протяжении всей истории тебя будут вспоминать, как Иисус вернул тебе зрение. Аминь. Вы бы согласились и сказали, аминь, аминь, Господь. Я не говорю, что Господь нас так настраивает с самого начала. Но послушайте, его, это время человека, когда он был слеп от рождения, до этого дня, стоит того, чтобы на нем явилась слава Божия. Аминь. стоит по-любому, по-любому. Потому что наш ветхий человек, он что? Он хочет видеть, он хочет смотреть, он хочет воображать. А здесь человек что? Не видит и не смотрит, и не воображает. Но зато он услышал Божье Слово. Аминь. стоит, что он сидел столько лет и ничего не видел. Но зато Господь прославился в его жизни. Аллилуйя. Давайте так смотреть на наши жизни и на жизни других людей. Аминь. И не делать скоропалительных умозаключений в отношении тех, которые окружают нас. Потому что мне понравилась вот эта история с миссионером. Что Господь ему сказал, ты еще не на небесах. Правильно, да? Послушайте, мы с вами еще не на небесах. Поэтому не делайте умозаключения друг о друге. На что мы с вами способны, а на что мы с вами не способны. Вы слышите меня? Не ставьте ваши, не ставьте, и я тоже отношусь к тому же числу. Потому что я хотел бы, например, чтобы среда была больше. Вы слышите меня? Чтобы больше людей приходило в среду. Чтобы мест не было. Я хотел бы, чтобы на занятиях пастора Стивенса присутствовало 150 человек. Потому что таких вещей я даже не знаю, где их услышать. Аминь? Но я могу сказать, аааа, 150 не набралось. Еле-еле 8 человек пришло. Да и то, те незрячие. Я шучу. Да и те непонятно, какие. Аминь? Я говорю, Господь, кто согрешил? Они и родители. Господь говорит, что? Они моя слава. Они мои люди. Они мои, что? Они мои, они мои ученики. И прошу тебя, не делай свои умозаключения ни в отношении других людей. Потому что ты не знаешь, для чего они сидят здесь и просят милостыни уже сколько, допустим, 25 лет. Аминь? Ты не знаешь, для чего они здесь сидят. Я еще раз нам всем повторю. И давайте мы с вами запомним это. Ты не знаешь, почему он сидит здесь уже 25 лет. и люди ходят вокруг него и они думают, что согрешил или он или его родители. И ни то, и ни другое не имеет никакого, а они имеют истины. А когда Бог говорит, то тогда это что? Истина. Аминь. А Иисус говорит, он сидит именно для этого часа. чтобы на нем явились дела Божие. Слушайте дальше. И мы закончим сейчас. Я уверен, что радость от того, что Бог дал ему зрение и торжество, оно перекрыло все эти 25 лет слепоты. Вы согласны со мной? Я думаю, что он, это уже не было для него чем-то, знаете, большим в его жизни. Человек, который помазал мне глаза, он мне сказал, иди и умойся в купальне села. Что произошло? Это не была картинка, на которую мы с вами очень и очень сильно откликаемся. и сразу выражаем свое эмоциональное отношение. И сразу у нас в нашем уме создается мир целый вокруг этой увиденной картинки, хотя нет никакой реальности в наших мыслях. Аминь. Мы с вами заранее беспокоимся и рисуем картины. Что будет происходить? Как я буду жить на пенсии? Что это? И я думаю, ага, если нет у меня здесь, а если у меня ничего нет, то тогда что? То тогда я боюсь этого времени. Аминь. Вы слышите меня? Послушайте, все пенсионеры, и у нас есть пенсионеры? Да не надейтесь вы на пенсию. Ну, разве, разве, разве мы не обучаемся чему-то вообще даже? Аминь. Оживите всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слепой сидит, ничего не видит, но он слышит слова Иисуса Христа. И его жизнь какая? Слышание Слова Божьего. Аллилуйя. Павел говорит в первом послании Коринфянам в тринадцатой главе, восьмой, девятой, десятой стихи. Когда я был младенцем, то что? Когда я был ребенком, что? По-младенчески мыслил, по-младенчески говорил, но когда я стал мужчиной, то что? Оставил младенческое. Это означает, когда я был младенцем, то мне были интересны книжки с картинками. Правильно, да? Я имею ввиду, но для меня лично, я не знаю, как насчет вас, если книжка без картинок, ее даже в руки нечего брать. Вань, согласен? Вы всегда держите книгу без картинок. А я даже больше скажу, до десятого класса я сказки читал с картинками. Открыл вам тайну. у нас сейчас такое представление. Когда я был маленьким, когда я был ребенком, что давайте мне картинки, потому что я хочу видеть картинки, потому что я откликаюсь на то, что нарисовано, или на то, что сфотографировано, но послушай, то, что нарисовано и сфотографировано, может быть не реальностью, аминь, а вымыслом человеческим и то, что мне верить в картинку, и Господь говорит, я даю тебе слово мое, и там нет картинок, аллилуйя, но ты будешь жить всяким словом, исходящим из уст Божьих, и я тебя сделаю зрячим, и ты будешь видеть совсем другие вещи, и ты будешь тем человеком, который не реагирует на то, что реагируют все люди, а у тебя будет что? Мудрость. И я буду говорить, а что Господь говорит по этому поводу? Вот камни, и я представляю, как они делаются хлебами, вы слышите меня? Я представляю, как они делаются хлебами, ножичком я их нарезу, наелся, насытился, а вместо этого я говорю, а ты что скажешь Господи? А Господь говорит, не хлебом единым будет жив человек, аминь, он будет жить всяким словом, исходящим из уст Божьих, потому что и только Слово Божие приносит настоящую реальность в нашу жизнь. И мы с вами как верующие в Иисуса Христа знаете, мы с вами блаженные. Когда вас поставят перед царями и перед князьями, ложитесь спать. А потом когда встанете, тогда Бог даст вам что сказать. Он достанет из вашего сердца то, что вы сохраняли в своем сердце на библейских занятиях, приходя в церковь. Слушайте дальше. Господь ничего не достанет из нашего сердца, если мы туда сначала не положили ничего. Аминь. Вы слышите меня? Нужно сначала туда что? Сокровища положить. А потом Господь оттуда достанет. Во второй главе книги Исфири там говорится следующее, что когда женщины проходили там сколько, полгода притираний и подготовки к тому событию, чтобы войти к царю Артаксерксу, то перед входом, и так они из одного дома, из дома невест входили к Артаксерксу и потом уже переходили в дом жен. Аминь. И когда сказано, что вот для того, чтобы войти женщине или девушке к Артаксерксу, в определенный день она выбирала из сокровищницы все, что желала, и это давалось ей. И она заходила, и это оставалось вместе с ней. А по поводу Есфирь сказано, что когда наступил ее день, то она ничего не взяла из того, что хотела. Она взяла лишь только то, о чем научил ее Евнух, который там был. И когда она вошла, то что? Она приобрела благоволение у царя. Аллилуйя. Потому что Евнух знал, что нужно царю. Аминь. Вы слышите меня? И Есфирь сказала, я бы могла здесь нагрести, навешать, знаете, что угодно, в золоте прийти. Но ты что скажешь? Потому что у тебя ведение, ты знаешь царя. И Евнух говорит, надень это и это. Аллилуйя. И она надела и вошла и приобрела благоволение у Отца Небесного. То же самое с нами. Мы говорим, а ты что, Господи, скажешь для этой ситуации? И Господь говорит, я достану из твоего сердца слово, которое ты слышал, 3 марта, и пришел по вере на собрание, и сохранил его в своем сердце, я достану из твоего сердца, и ты скажешь это слово, и приобретешь благоволение у Бога и у людей. Аминь. слава Богу. Отец наш небесный ух, не знаю, аллилуйя, но это было что-то. Отец наш небесный, благодарны Тебе, Господи, благодарны Тебе, Господи. Этот мир наполнен картинками, он живет, Господи, видением, он откликается на видение, Господи, он живет тем, что в своем уме превращает камни в хлеба и питается ими. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил эти слова в нашем сердце. Для нас совсем другая жизнь, совсем другая реальность. Не наш воображаемый мир, Господи, не отклик на картинки в своей эмоциональности, не следование, Господи, за теми, которые ставят перед нашим носом эти картинки, чтобы увлечь нас. И также не наше дело, Господь, смотря на человека, говорить о нем, согреши он или его родители, это не в нашей власти и резидит... и резидит... это не наше дело, Господи, давать оценку и составлять умозаключение в отношении человека, которого мы не знаем до конца. но наше дело жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Спасибо Тебе за все, Иисус. И когда мы складываем, и тогда, когда мы сохраняем в нашей сокровищнице, нашего сердца Твое слово, то тогда оно становится тем словом, которое ты можешь в определенной ситуации взять из нашей сокровищницы и вложить в наши уста, и это будет благоугодное слово, и мы приобретем благоволение. Спасибо Тебе за все. Мы просим Тебя, чтобы Ты вел нас в мудрости Твоей, и освобождал нас от никчемных, от никчемного строительства иллюзорного мира. Слава Тебе. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, мы говорим вам сегодня, что Бог сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня, через Иисуса Христа. Никто не получит спасение, как только через Иисуса Христа. Иисус говорит, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего меня, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Обратитесь к Иисусу Христу. Он Спаситель вас, ваш, и Он любит вас. И скажите Ему в молитве спасения от сердца к сердцу, дорогой Господь Иисус, я верю в Тебя, я верю в Твою любовь ко мне, я верю, что Ты умер на кресте Голгофа и воскрес на третий день. И я прошу Тебя, подари мне вечную жизнь, войди в Мое сердце. Спаси Меня, обучай меня Твоему Слову и открывай мне реальность моей жизни и во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я молюсь и прошу. Аминь.